а вот вот друзья и пляжик что-то здесь вода не знаю откуда текла странно вроде так не сообщается с океаном красотища люди окапываются вы видите ну то это какой-то в этом кайф есть я даже не знаю да тут у нас народ стоит гуляет можно сказать отдыхает да некоторые вот друзья даже без костюма но они так не очень-то в воду не очень так по чуть-чуть а есть такие что вот очень но они в наших санта-крутских костюмчиках это все искать местного изобретения все отсюда пошло по всему миру тут много маленькие детки бывают и тоже вот девчонки ходят мои наверное студентки а может школьницы вот такие у нас есть с косичками у нас таких много друзьям с косичками пляж хорошо еще совсем недавно тут заливала нас дождями а тут вот пожалуйста и чуть правее так сейчас я вам покажу вот туда чуть правее вот знаменитый санта-крутский бортбок ну грубо говоря деревянный настил такой а там аттракционы 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 вы видите так издалека полный пляж народу они так еще знаете на аттракционы на пляже полежат на аттракционы на пляже полежат на целый день так признают это вы там запарковались да 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 почем парковка на весь день вот друзья спасательная станция стоит на своих очень удобно прямо из окна бабах и в воду то есть ничего не нужно прям по цепи и пошел есть как может и люк есть да то есть не надо через окна вот там наблюдательная какая-то тут вышка можно сказать можно вот наблюдать тут из-за стекла а можно он туда континам там наверное это антенна может это ракета запускает даже не на что это такое то ли антенны то ли ракета запускает вот скажите вот вот это эффект of you know just the smooth drive very very smooth ага окей thanks john michael nice meet you nice to meet you кей поди знай я замечал вот уже на таких ездить на широченных вводится хорошо то есть как бы так она легко легкая такая не знаю мы друзья такое место где всюду предприятия общественного питания и всякие безобразия где хочется потратил денег вот я не знаю здесь на кому хочется вот минуты не хочется но рассчитано на то что люди сюда придут и по нам и сняли сочи тоже не кольце а кого туда хочется слушая смотри вот эти вот и на медузы посмотрю медузы посмотрели мне лишь такие медузки вот медузки медузки вот медузки Сколько медузок? Покажи. Не стучи. Две медузки. Нельзя стучать, я тебе говорю. Да. Не будем стучать, пошли. Алексей, пошли дальше, там еще есть. Пойдем. Пойдем дальше. Я все думал, где у ребенка рюкзачок. А рюкзачок оказывается у мамы. Я не знаю. Давай. Загони папу. Вот они, смотрите. Майки всякие. Санта Круз имеет свой лейбл. Такой востребованный. Со значком Санта Круз. Вот. Если вы купили такую маечку с надписью Санта Круз именно в Санта Крузе, это не то же самое, что по интернету где-нибудь выписать. Ой, ты какой красавец. Смотри, собачка какая. Ты смотри, какая собачка. Он не боится собачек? Ты смотри, какой собак. Ой, красавец. Ой, ты красавец. Да. Он похож на моего терьера, но это смешанный. Так называемый лабрадол. То есть это смесь лабрадора с пудерем. Вот. Поэтому он такой покрупнее, чем мой терьерчик был. Есть шоколадный магазин? Что? Шоколадный. Сейчас будет. Сейчас будет шоколадный. Не сразу. С шоколадом пришли. Да вы что? С клубникой. Да. Друзья, там сейчас будет шоколад с клубникой. Наоборот, клубника в шоколаде будет. Да. Вот. Вот. Друзья. Вот. Вот такая вот. Хочется даже сказать порнуха. Вот так вот. Идешь так и пожалуйста. А это часы на самом деле. Солнечные. На солнечной батарейке. Так. Тут просто какое-то. Какое-то даже не знаю. Бесчинство устроено. Вот так можно сказать. Смотрите что делают. Их тут много. И все покачиваются. Их все на солнечной батарейке. Представьте себе. Друзья. Будущее. Солнечной энергетики. О. Интеллигентная табличка. Все что нужно в жизни тут есть. Так. Ну и почти все. Я вам скажу. Если у вас нет чего-то важного в жизни. То и ресторам особо не нужен. Знаете как. Тоже что там делать то если не поел. Так. Так. Да. Мне очень нравятся вот такие красивые. Смотрите. Вот они там внутри. Вот такие цветастые. Очень симпатичные. Хорошо так. Вот вы видите ресторанчик. Посмотрите как люди сидят. Ну-ка угадайте. Что у них там за стеклом то. А за стеклом у них друзья океан. Приятно так покушать. Да. Тут у нас люди с гитарой. Доллар наш. Наш доллар. Снимаем. И здесь тоже красиво. Хорошо. Да. Друзья. Я вот смотрю. У нас народ тут разъезжает. По-разному одеты люди. И много такого обнаженного тела. Я вспомнил. Вот ребятам рассказывал историю. Моя мама рассказывала как году в 50-м. А она там была молоденькая девочка. Вот как вы сейчас многие. Ей было 26 лет. Брату моему было там пару лет. Вот. И вот. Отец купил ей смелое платье. Очень смелое. Значит. Тогда было очень модно в валанчиках. Вот. Представьте что это валанчик. Вот. Что это валанчик. Да. Надутый. Да. Были валанчики такие. И вот. Смелость платья состояла в том. Что. Вот здесь был разрез. И при некоторых движениях. Вот. Руки. При ходьбе. Было видно всю руку. Это было очень смело друзья. Так что. Я хочу. Чтобы вы так. Представили себя. А всего то прошло. Почти 70 лет. Страшно подумать. Фокусальная революция. Да. Друзья. Нам только что позвонили с того конца пирса. И сказали что котики есть. В смысле. Морские львы. Леша. Значит. У нас там ждут морские львы. А по дороге мы должны клубнику в шоколаде съесть. Пошли. Клубничку будешь кушать? Нет? В шоколаде. В шоколаде. В шоколаде. В шоколаде будем? Давай ручку. Вы когда в офисе у меня были. Это вы в какой стадии вашего путешествия находились тогда? В стадии путешествия. То есть вы путешествовали откуда-то из Лос-Анджелеса куда-то? Да. То есть вы еще не жили в Сакраменто? По-моему начинали уже. Нет. А что приезжали? Мы еще путешествовали. Просто путешествовать. Мы любили путешествовать. До этого мы ездили в Европу. Нет-нет. К нам-то вы чего тогда? К вам мы приезжали, потому что вот муж у нас очень большой. Ваш поклонник. Да вы что? То есть вы как вот. Он пересмотрел практически все ваши видео. То есть вы как все там фейсбук, гугл и к нам? Да. Нет-нет-нет. Как фейсбук, гугл? Просто к нам. Да и все. Так. Хорошо. Ой. Друзья, тут торговая сеть просто, просто, понимаете, не дает пройти спокойно мимо. Покупать не хочется, но смотреть приятно. Когда мы только приехали в Америку, вот мы видели вот эти вот машинки в Сан-Франциско. Один цент кладешь туда, еще там 50 или там сколько-то центов монетками, и тебе дают покрутить эту ручку. И тогда, значит, на выходе выпадает монета. Ну, такая она, отпрессованная на ней какая-то картинка там. Вот. Я подумал, надо такую вот на Красной площади поставить. Потому что народ идет, а так у него раз и будет центик. Такой. А вот тут справа скульптура, ребята. Необычная. Какая-то водопроводная что-то. Ну, да, такая скульптура. Скульптура непростая. О, там еще вода. Вау. Ну, да, да, вот они. Вот эту ручку он крутит, и вот эта ручка закрывает, открывает. Вот его тут девочка крутит. Вот за эту ручку. А этот двигается шарик-то или как он там? Не, приварен. Приварен. Тут крабы. Вообще так. Это жемчужина. Да, ее бы украли бы. А, это жемчужина. Поди знай. А это осьминог. Знаете, как подводная лодка какая-нибудь или что-то затонуло, и вот осьминог на нее залез. Правда? Тоже. А, слушай, она не просто жемчужина, она же еще в ракушке. Да. Обрати внимание. Я не сразу понял. О, как. На фоне этой штуки можно даже сфотографироваться, если что. Так. Алексей Алексеевич, пойдем в клубнику. Лешенька. Клубника вон там, за поворотом. А Лешенька? По-моему. Лешенька. Да, вот там. Вот видите, вы говорите, зачем машины сюда едут, а вот они паркуются. Я не ожидал, что тут такие объемные штаны. Ну да. Но удобно. Так. Вот наверху у нас дегустируется вина. Пожалуйста. Так. Вот здесь по лесенке подняться. Да. Закуску с собой можно. Не, ну там дают какие-то супарики там. Вот он магазинчик-то. Вот он. Вот она. Клубника в шоколаде, друзья. И все остальные прелести детского представления о счастье. Там все в шоколаде. Там люди в шоколаде. Те, кто сюда попал, друзья, те в шоколаде. Да, друзья. Клубника в шоколаде рискует остаться незамеченной. А? Что творят? Что творят с ребенком и его родителями? Вот. Главный стресс, конечно, на родителей. Ой. Ну да, мальчик, конечно. Чего ему мягкая игрушка. Ему автомобили подавай. Надо сказать, что с игрушкой в руках, с автомобильчиками, Алексей младший прошествовал мимо всего этого великолепия. Хочу рассказать. Абсолютно. Мимо. И даже не дошел. Вон клубничка-то. Вон она. Тут. Должна быть. Должна быть где-то тут клубничка. Она, наверное, где-то в шоколаде залита. Вот здесь. Да? Подождите. А вон она, вон она, вон она. А, да. Вот она. Друзья, вот она. Клубнички-то в шоколаде. Вот она. Какая огромная. Ну, это же сейчас первая клубника уже идет. И там они крупные. Ой, девушка вот принесла. Смотри. А девушка прям как из наших, да? Похоже, кстати, да. Был такой символичный человек. И чувствуешь. Да, как из Подмосковья. Да. Вот они. Вот они клубнички в шоколаде. Прямо оттуда их отдают детям. Ну, может быть, они и не нужны детям-то. Я просто к слову говорю. Это была мулька такая, чтобы заманить Алексея младшего. Привлечь его так и стимулировать к движению вперед. Так, Алексею показывает клубничку. Would you please show him? Yes. Ага, ага. Хочешь такую клубничку? А? Будешь такую? Нет. Будешь? Нет? Не хочется. Вот что буду. Вот, друзья, шли-шли. Нет, у них теперь машинки. Видим, друзья, что Алексей доволен. Машинки. Вот так, друзья. Когда видят машинку, я хочу вот, когда такие постарше становятся, сейчас он от клубнички, может сказать, отказался из-за машинки. А потом может на девушку симпатичное внимание не обратить. Вот там уже другая машинка, конечно, будет. Ох они, ох они, друзья. Так, на фоне все это, на фоне морепродуктов у нас тут. Да. Мы движемся к концу пирса. Там нас ждут, там, там нас ждут не только морские львы, но и оторвавшиеся вперед члены нашей команды. Ой, ё-моё. Смотри, какая птичка. Птичка невеличка, такая клюнет. Она хищная, ребят, не надо туда ходить. Чайки хищные птицы. Блогеру Наталье Квик чуть глаз не выпустил. Такой вот, да. Она, правда, его в руки взяла. Да. А чайку, ну, а там, понимаете, там была другая девушка. Она была дальневосточница. И она знала, как брать чайку. А Наталья увидела, что та держит чайку, и взяла тоже, но не знала, как правильно брать чайку, чтобы она не могла тебя клюнуть. И её клюнули. Прямо под самый глаз. Но вот, да, чудом. Повезло. Это хищная, хищная. Давайте левее. Да, левее. Хищная птица. Алёшенька, а почему ты мне машинки отдал, зайка? Ты наигрался уже? Всё? Можно магазин ставить обратно. Можно магазин отдать? Нет? Ха-ха-ха-ха. Магазин отдать. Я думаю, это мысль... Нет, ему не нравится. Да, не нравится. Да. Ну что же, мы пришли к такому месту, где морские львы. Где морские львы. Где львы очень большие. Да, ребята. Могут быть прямо вот тут. В дырке со львами. В дырке со львами. В дырке со львами. Сейчас посмотрим. Здесь может быть или не быть? Мама сказала, что очень много. Да. Ну вот прямо тут я не вижу. И вы, друзья, тоже, наверное, не видите. Идём дальше. Так. Тут народ подкушивает. В таких, можно сказать, антисанитарных условиях происходит подъедание. Тут тоже вот крутят, 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 крутят. Чтобы монетка выпала. Вот они, нехитрые, фляжные, курортные развлечения. А вот тут давайте ходим. Видите, тут инвалиды на колясочке. Обычное дело. И тут ничего не видать, смотрите. Ну а тут что? Я слышу, что они гудят. Голоса слышим. Так, пошли сюда. А, вот тут есть. Тут есть, пожалуйста. Немного. Но кое-чего есть. Может быть надо с другой стороны зайти. Посмотрим. Ну да, конечно. Вот они где-то попрятались. Да? Ты знаешь? Что ты говоришь? Да. Да? Да. Да. Есть, есть красавцы. О, какой. Солнышко нам через воду отражается. Вот, пожалуйста. Новое поколение выбирает морских львов. Там проплывают заду. Видите? Там водички они плавают. Я сейчас зайду с другой стороны. Конечно, друзья, для юного Алексея такой стрессовый момент. И машинки, и клубничка, и морские львы. Он ехал с Сакраменто сюда, чтобы все это увидеть. Да, друзья, мы наконец нашли друга Светлана. И, да, мальчик захотел машинки. Ты знаешь, мы шли так клубнички с шоколадью. Да. А он как увидел эту коробку, знаешь, вцепился, и все. Уже ничего не... А все остальное перестал замечать, знаешь. Ну так правильно, мальчик все же. Ну да, да. Красиво, скажем так. Хороший, да. Он как из вот этого... Поу Малон. Такой мальчик. Но он похож очень такой. Кинематографический такой мальчик. Гулять мы гуляли. И неожиданно обнаружили себя в местах общественного питания. Вот называется дельфин по-нашему. Сейчас будем разбираться с меню. В то время, друзья, когда взрослые заказывают покушать, значит, юный Алексей увлекся своими машинками. Ему их распаковали. Нет. Все-таки, Света, я хочу сказать, вот глядя на мир, что есть разница между мальчиком и девочкой. Да. Девочки, они когда видят мягкую игрушку... У нас девочки, да. Слонников, сезведи. Да, вот мягкую игрушку очень-очень любят. Они обнимают эту игрушку мягкую. Какого-нибудь там котенка или сову. Да. Друзья, что я хочу сказать. Когда вы на воде, у океана, надо всегда рыбное стараться. Там обычное качество получше. И мы всегда берем со Светой супчик, называется Clam Chowder. Ему такие сахарики вот дают. У тебя легкая, да? Я такой супчик попробую. С рукой такой. Вы видите, сейчас попробуем. С копченостями. Хорошо, хорошо. Света, ты отдыхаешь? Хорошо? Да. Светочка, прокомментируй, пожалуйста, что это? Что это? Это стейк из кальмаров, на минуточку. Ну, стейк, а по-русски? Стейк? Нет. Отбивная. Ну, хорошо. Она тут спрятана внизу. Ну, покажи, где там этот стейк. Вот он. Из кальмаров, с грибочками, с картошечкой. Да. Хорошо. Так. Ага. У меня то же самое. Мы так заказывали. Вообще у нас все сегодня захотели стейк из кальмаров. Так. А у вас то же самое, но с рисом, да? С рисом. Трудности перевода. Так почему трудности перевода? То же самое проще сказать, чем что-то там выговаривать. Ааа. Окей. Ну, на самом деле у них меню не очень большое. Оно, оно вкусное все, но большого разнообразия нет. А вот тут меню у нас, пожалуйста. Вот у нас на меню машинки. И клубничка. И клубничка. И клубничка. Вы еще какой-то супчик ели из термоса. Из чего был супчик? Супчик куриный с вермишелькой, да, Леш? Ну, ел он его с удовольствием, я могу отметить. То есть мальчик не случайно такой большой. Нас прожорливают папочку. Так. Мы перекусили и подумали, надо попрощаться с морскими львами. И вот тут я хочу сказать, вокруг одного из колодцев что-то такое количество народу, что мне захотелось поснимать, что же там произошло-то за это время, что мы закусывали. Тут такой как-то митинг, несанкционированная какая-то демонстрация. И народу столько думаешь, что они тут собрались-то? Такое ощущение, что этот справа хочет растолкается. А, тут конфликт разгорающий. Да. Интересно, интересно. Так они в позе такой, как бы не заснули. Так хорошо, равновесие легко держится. Естественно такая. Все как у людей, друзья. Все как у людей. Вот, друзья, вроде бы и времени немного прошло с того момента, как мы обозревали этот самый пляж с вами. Но, солнышко садится, становится прохладно, народу меньше и меньше и меньше. Давайте я вам напоследок покажу вот эту букву Пи. Под этой буквой, значит, люди свадьбы справляют. Какой-нибудь там прист вьетнам и в шортиках татуированной пару какую-нибудь венчают. Потом они вот сюда на пляж высыпаются. И там ставят столы. Очень часто вот в этом отеле люди селятся, которые на свадьбу приезжают. И вот тут на пляжу, можно сказать, и гуляют. Вот такое интересное место. Ну что же, счастливо мы прощаемся с нашими гостями. И с вами тоже вот здесь в Санта-Крусс.